Всем привет дорогие друзья, вы смотрите Властелин колец с модом Эннарад. Сегодня мы посмотрим на сражение Асгарда и Русика Арнор на Мглистые Горы. Заинтересовал мне этот реплей среди многих на форуме, надеюсь я не ошибся. Прежде чем мы начнем, небольшая рекламка. Сегодня как бы стрима основного не будет, но если вы хотите вместе посмотреть Игру Престолов, ну если вы еще ее не посмотрели, потому что я уверен, что некоторые в 3 часа ночи сидели там на медиа и смотрели премьеру. Так вот, сегодня в 5 часов по Москве, то есть очень скоро после того, как вы посмотрите этот ролик, я на Твиче буду стримить. Надеюсь меня не забанят за это. В общем, если хотите, то приходите, будет надеюсь весело. Если вы не знаете, где мой Твич найти, то я, наверное, даже оставлю ссылочку на него где-нибудь там в комментах под этим роликом. Окей, итак. Асгард за Арнор стартует в казарму после 5 ферм. Это очень медленный старт. Ну, посмотрим. Конечно, если никто не будет трашить, если это новички играют, мне эти ники не знакомы, поэтому можно предположить, что это новички, то никаких проблем. Но в обычном матче это слишком медленный старт, и из-за него он бы уже потерял парочку ферм. Он выходит в стрельбище и в казарму сразу же. Вот почему он 5-ю построил. Ну, то есть это имеет смысл, в принципе, но окей. В это время Русик играет всего в 4. А, ну, в принципе, это стандарт. Не самая топовая тактика, но это хорошая рабочая тактика. В 2 казармы, в принципе, все дела. Только я бы советовал казармы поворачивать выходным к тоннелю. Все-таки несколько секунд можно экономить на этом. Такие дела. И подстраивает он еще 2 тоннеля. То есть он не будет рабочим строить на территории противника тоннель. Он будет, видимо, пешочком пытаться атаковать. Это уже другое дело, как бы, ну, это медленно. То есть в этом плане силушка гоблинов не раскроется по полной программе. Первый отряд у Асгарда мечников есть. И все. Асгард играет в Рок-Нуменора. Сразу же он берет ССМ-Ладрис. По всей видимости, оба игрока выбирали свои фракции. То есть он уже заранее решил, что он будет делать. И рейнджеров ничего себе... А, я не заметил. То есть сразу же апгрейд и сразу же рейнджеры. Это очень рискованно. Гоблин может легко проконтрить их пауками. То есть обрекает себя Асгард на игру от дефа. Иначе... Ну, очень жаль будет, если он потеряет отрядик рейнджеров. А то и больше. Сразу же запаливается. Русик. Я бы на его месте снес этот тоннель и убежал бы дальше. Но, может, успеет высадить? Да, он успевает высадить всех гоблинов. Под ворчантом сразу же сносит быстренько Асгард этот тоннель. Забывает переключиться на стену щитов. Поэтому получает много лишнего урона. Но вот теперь переключил. Русику надо окружить этот отряд, чтобы его быстро снести. Иначе он рискует понести очень большие потери. То есть тут как бы больше, чем нужно этих гоблинов. Но они таким образом очень долго будут сносить этот отряд. Ну, видим уже, что появились рейнджеры. И понемногу начинают отстреливать гоблинов. Тут один выстрел, один труп, насколько я понимаю. Только они не туда стреляют. Будет забавно, если эти мечники останутся в живых. Им совсем немного остается до прокачки. Появится знаменосец. Появится больше шансов на победу. Правда, их уже начинают окружать. Соответственно, урона намного больше проходит. Появляется знаменосец. Забавно. Два отряда рейнджеров уже. Пешком двигается еще одна пачка гоблинов. Да ладно, они выжили. Это просто героический отряд мечников. Полностью разбивает Асгард первую атаку своего оппонента. Пять отрядов мечников. То есть 500 монет плюс еще и тоннель. При этом Русик не забирает ничего. Этот отряд воскреснет, если Асгард не затупит и отведет его в сторону, чтобы он воскрешался. Возможность выцепить рабочего, кстати. Реагирует Русик, но немного поздно. И Асгард успел очнуться и спасает его. Но третий отряд рейнджеров построился. Очень много денег уже. То есть эти деньги я бы советовал превратить либо в конницу, либо в героя. Например, при постройке Аронарта. Этих рейнджеров можно будет превратить в верных Аронарта, у которых сразу же будет обстрел. И это очень сильно поможет в такой ситуации отбиваться от гоблинов. Русик строит полутроллей мародеров. Это, кстати, ошибка, потому что рейнджеры их кондрят. То есть все копейщики огребают от стрел. А это еще и элитные лучники. То есть это плохая идея. Надо выходить либо в Коронацию какую-нибудь, либо в Пауков. А вообще, конечно, надо захватывать территорию. Просто-напросто разбежаться рабочими. Здесь поставить тоннели и здесь поставить тоннели. И не пытаться сражаться с войсками Асгарда, а пытаться сражаться с его зданиями. Это же все-таки гоблин. Гоблин должен гоблинами атаковать. Выход в Гробока. То есть будет его Коронация. Призывается сразу же отряд грабителей. Асгард играет очень пассивно. Его войска вообще не двигаются. Не пытаются предпринимать какие-то попытки контратаки. Хотя можно было бы заблочить центр. Так как гоблин использует ноги своих гоблинов для атаки. Не пытается захватывать территорию. Но это, конечно, очень грустно. Еще одна казарма строится для чего-то. Решает Русик, что надо бы покрипить. Я бы советовал призвать Телегу с трофеями. Если она у него есть. Да, он сделал Коронацию все-таки. То есть это 500 монет. Можно обузить крипы. Можно обузить там фермы вражеские. По 500 монет зарабатывать. Эта штука очень мощная хрень. Кажись до него дошло. Он призывает Телегу. Ну. Что ж так медленно-то. Надо выбрать деньги. И... Да, все верно. И снести эту тему. А, окей. Тут я был неправ. Не успел он ее прокачать. Но около... Около того. Очень мало сил сейчас у Русика. Я бы советовал отступить. Он просто их отдает. Это уже не гоблины. Это полутроли. Которые по 450 монет стоят. Соответственно, очень грустно их терять. Все отряды погибают вместе с грабителями. В это время еще один крип переходит в казну, так сказать, Русика. У него очень много денег. Он, походу, на Дрога-то копит. Ну... С одной стороны, это, конечно, хорошая идея. Но рейнджеры все-таки уже 4 отряда. И делаются как раз-таки верные Аронарта. Потому что вот он Аронарт. Ну, посмотрим. В принципе, можно Дрога там этих всех челиков убить. Если противник не будет контролить. Ну, или же прям внезапно так залететь. Из-за какого-нибудь угла. Вот. Но если же будет обычное сражение. То есть, в честном бою, конечно, рейнджеры этого Дрога-то убьют без каких-либо проблем. 6 тысяч. Я прав? Или этот парень просто нубас и он просто не тратит деньги? Сейчас узнаем. Тут как бы одно из двух. Либо Дрога-то, либо нубас. Да, он построил Дрога-то. Окей. Ну... Да, я так понял, что я ошибся все-таки с реплеем. Это новички играют. Эх, а Надежда, она... Она еще подогревала мой организм. Выход в Ограф. Ну, почему уж ты сидишь. Ну, иди. Иди в атаку. Иди в атаку, блядь. Ладно, давайте мотать. Жесть. Жесть. Вот это динамика. Полутролли-мародеры сносят одно здание. Огненные стрелы уже есть у рейнджеров. Ну, пора... Нет, не пора еще атаковать. Надо еще посидеть, наверное. Сколько у него денег? 3000 еще есть в кармане. Ё-моё. Выход в Арафан-то. Дрогот еще есть. Ну, у Гоблина, как бы, у Русика нет армии. Совершенно. То есть, если начнется нормальное сражение, он все всрет. У него только надежда на то, что Дрогот нормально залетит. Здесь надо сейчас всех высадить здесь. И отправить Дрогота. Пока есть отвлечение какое-либо. Пока рейнджеры заняты, надо лететь Дроготом. Ладно, лети Дроготом! О, Господи. Но они уже сдохли все. Очень сильно сейчас повезло, потому что закидывается обстрел. И Дрогот может нанести очень много урона. Два отряда рейнджеров погибает сразу же. Даже, наверное, больше, чем два. Их было четверо. Да, практически все рейнджеры погибают. Третий уровень Дрогота. Надо добивать рейнджеров. Я бы советовал крылья ветра заюзать, чтобы всех задеть сразу же. Нельзя бить пехоту, потому что рейнджеры продолжают стрелять по твоему Дракону. Вон, кажется, он понял. Но все-таки надо всех добить. И эти челики очень мощные. К тому же тут есть Аронарт. Который сейчас огреб. Вот, кстати, Аронарт надо пытаться убивать. Аронарт на агрессивке. Соответственно, он сильно огребает. Дракон на нейтральный. Соответственно, он нихрена не наносит урона. Ну, наносит, но мог бы больше, конечно же. Юзается фаербол. Ну, ладно. Это нормально. Теперь его нужно спасти. Дракон зашел. Давайте подсчитаем. Четыре отряда рейнджеров. Этих мы не считаем. Они восстановятся. Четыре отряда рейнджеров. Это по 500 монет. Это 2000. Каждый из них был с грейдом огненных стрел. Это еще 1200. То есть, 3200 дракон забрал. Он, ну, половину себя он накупил. Плюс, он несколько мечников убил. Но при этом, вся армия была убита. Убит был гробок. Убито было около четырех огров. Два или три отряда полутроллей мародеров. Немного, вроде было мечников. Что-то там еще было, короче, Рогимес. Хотя, может, это просто призывные отряды. То есть, не так уж и плохо разменялся, на самом деле, сейчас Асгард. Ну, дракон-то, конечно, если отдельно смотреть, дракон себя наполовину окупил. Плюс, он восстановится. Я только не вижу, куда он делся. А, вот он, ныкается. Да, он восстановится. Он продолжит, как бы, наносить урон. Теперь у него есть фаербол. Он может не сражаться с рейнджерами. Просто прилетать, кидать фаербол и летать себе, там, допустим, фермы сносить. Но, с другой стороны, начинается сидение на базе. Нет, русик все-таки на базе. Потому что шелоп против рейнджеров с огненными стрелами. Это то же самое, что строить лучников против конницы. Она сдохнет. То же самое и с бурдуром. То есть, ну, тут, как бы, юниты, которые контрят монстров. Монстров против них, монстров нельзя строить. Это невыгодно. Тут надо строить кучу мечников, пауков. Хотя, пауки тоже считаются монстрами, но это исключение. Лучше бы парочку героев, типа Дурбурза или же Горкина, или того и того, заспамить толпу гоблинов, мечников, либо толпу огров. Опять-таки, да, они монстры, но они исключение, потому что гробок может вызвать тоннельщиков прямо на голову лучникам. Сделать тоннель. Из тоннеля высадить огров. Огры разметут всех рейнджеров без проблем. Опять-таки, если вы играете в коронацию гробока... Ну, ладно, мы не будем этот бой, как пример, учитывать, потому что оба игрока... Ну, это... Нельзя сказать, что они не умеют играть. Они просто не играют. То есть, они сидят на базе. Это не BFME, это какие-то шахматы, что ли. Ну, хуй знает. Неважно. Так вот, в нормальном сражении, если вы выбираете коронацию гробока, значит, вы, скорее всего, будете играть в спам мечников-гоблинов с дубинками. И будете сносить экономику противника. Да, вы можете играть в огров, но не целиком и полностью подкреплять армию ограми. Вы можете подкреплять армию альфаваргами. Но в целом, в основном, точнее, вы играете в гоблинов. Если же вы хотите построить лейтовую армию, как сейчас, но Русик, видимо, не понимает, что ему надо делать, поэтому он сидит на базе и копит армию. В таком случае надо брать коронацию дурбурза. Он дает полу-троллей мечников, самых сильных пехотинцев-гоблинов. Ну, фракции гоблинов в смысле. И это бы имело хоть какой-то смысл. Это вот смысла не имеет. Рейнджеры контрят мародеров, рейнджеры контрят троллей, в том числе и героев троллей. Да, он дольше проживет, но не сильно. Они контрят шелоп, она просто сгорит сразу же за пару залпов. Тут настолько много этих черников. Здесь тактика обречена на провал. К тому же войск в целом очень мало. Я еще могу понять, если бы он наспамил лучников просто, толпу, это было бы выгоднее, конечно же. Итак, дорогу-то удается забрать еще 600 монет. Очень сейчас хорошая возможность закинуть фаербол, но он слишком близко подлетает. И, о господи, очень много урона, но все же он рискует погибнуть. Сможет ли он успеть? Кажись. Да, он успевает спастись. Охренеть. Очень много погибло рейнджеров. На вскидочку отряда 4, может даже больше. Асгард не контролит свои войска, и сейчас возможность залечь, залететь, пардон, сразу же убивается. Бурдур не удалось залететь. Точнее, залететь удалось, но никто даже автоатаки не сделал. Ни Шелоп, ни Бурдур. То же самое сейчас ожидает Шелоп. Если начнется сражение, отдается отряд мародеров, и все просто отступают. Просто печально. Строятся огры. Строятся тролли, видимо, ради подкрыса. Я надеюсь, что ради подкрыса, иначе, если он будет их использовать в бою, это снова будет просишь. Итак, что нужно сделать сейчас Русику для победы? Так, стоп. Он как-то все подряд выбирает, что ли? А, погодите. А, вот это он захватил. Хорошо. Итак, что нужно сделать Русику для победы? Ну, во-первых, конечно, что стоило бы сделать? Потому что сейчас он это сделать не может, у него нет предела населения. Поэтому, что стоило бы сделать? Наспамить 5 штук Огров. Затем, наспамить кучу мечников и лучников. Забить болт на этих мародеров. Они здесь не понадобятся. Затем взять толпу мечников и лучников вместе с Гробоком и пойти в атаку. Но не отправлять в атаку, а когда начинается сражение, идти в тупую просто сзади. Оставить только лучников, чтобы они стреляли. Мечники окружают с двух сторон. Гробок идет по центру. Гробок сольется, разумеется. Но его задача только кинуть тоннельщиков. Если кликнуть быстро, то противник не успеет убить весь отряд тоннельщиков и не успеет убить весь тоннель. Он мгновенно призывается. То есть, там можно высаживать войска еще до того, как анимация постройки прошла. Соответственно, сразу же кликается на высадку и Огри начинают убивать рейнджеров. В это время гоблины окружают армию и начинается размен. Таким образом, меньшими силами можно было бы эту армию победить. Ну, сейчас уже никак. То есть, тут не хватит предела. Плюс он будет в лоб нападать. Соответственно, все Огры просто разобьются об копейщиков вместе с полутролями и тому прочим. И плюс они еще и сидят на базе. То есть, я хрен его знает, что он ожидает сделать. Но он выходит в третий тир. Это неплохо. Но призывает не там. Но почему? Какая боль? Почему нельзя вызвать ее в центре? Тогда все эти войны, они разлетятся в разные стороны. Ну, упадут, то есть, на землю. И Вирм сможет их сжечь. А таким образом, Вирм сдохнет еще до того, как что-то... Все, хана. Асгард еще и Икс прожал, кстати, красавчик. То есть, минус третий тир. Это грустно. Вот есть, кстати, вот в этом плане правильно мыслит Руси. Он захватил эту территорию. Но я не вижу здесь тоннелей никаких. Я не вижу постройки мечников, чтобы можно было харассить экономику. Он решил снести тролля, но потом решил его захватить. Окей. Высаживаются здесь челики. Ну, ладно. Он пытается харассить экономику. В принципе, такая композиция войск тоже нормально будет сносить здание. Так что норм. Но что ему сделать с этой армией, я не представляю. Я уверен, что сейчас у него уже никаких шансов нет. на крепости великан построен. Здесь есть челики. Их бы как бы подвезти куда-нибудь, чтобы подкрысить крепость. Дрогат восстановился. Надо призывать его молодых дракончиков. Опять-таки залететь, закинуть огненный шар. Хотя бы. Ну вот снова армия отдается без какого-либо прикрытия. Идут в атаку. Здесь войск в 4 раза меньше на вскидку, чем здесь. А Туин может и в 5 раз меньше. То есть, ну, любой человек, который посмотрит на соотношение сил, скажет, что у армии Русика шансов нет. Соответственно, не надо было нападать. Надо было подождать какого-то удобного момента, что ли. ну, тут это, кстати, хороший момент. Только войск уже не осталось. И все, там, минус Дрогат. Он неплохо продамажил. Реально неплохо. Но армия-то вся уже погибла. почему нельзя было всеми вместе напасть. Также вот это подкрепление. Он его отправил слишком, как бы, я не знаю, поздно или что. Ну, то есть, надо было подождать, пока они тоже подойдут. И в итоге, практически без потерь, там немного, ну, 3-4 отряда он потерял снова рейнджеров, Асгард. Но у него армия очень даже большая еще. Он может просто в тупую пойти и снести. Эх, честно, я даже не знаю, что тут еще комментировать. Давайте просто помолчим. Посмотрим, как маленькие дракончики погибают. Эх, они просто хотели жить. Они собирались пойти в школу через месяц. Но эти мерзкие арнорские рейнджеры всех снесли. Застраивается крепость. Почему эти тролли так продолжают стоять? Почему бы не отправить их на подкрыс? Потом Билл и Бёрд в одиночку, если бросать камни, сносят крепость. Если она без защиты, разумеется. Плюс тут еще два тролля. Уже давно можно было их, например, вот сюда подвести и тихонечко пройти снести крепость. Есть какие-то рейнджеры, но все равно есть надежда. Была. Вот теперь они убегают, но беда в том, что эта крепость долго не проживет. Можно просто рейнджерами ее зафоксить, да и все. Призыв логова где-то. А, пауки выпали, не повезло. А, ух ты, неплохо, он здесь новую крепость построил, то есть это такой отвлекающий маневр. Ну, посмотрим, ну, тут огненные стрелы есть. И походу каким-то чудом Асгард запалил, что там идет атака. Каким образом вот это Ванга броня сделана? Я не понимаю, что происходит, как ему это удалось, но ему это удалось. Кроме того, у него есть еще одна двадцать пятка. То есть даже если... Ну, опять-таки беда в том, что Русик игнорит. Убей этих рейнджеров и не будет возможности крепость защитить. Даже эти вышки особо-то не помогут, потому что у тебя есть вот еще подкрепление. А так получается, что тролли пробегают и издыхают. Один тролль только добежал. Ну, буквально тролли пробегают и издыхают. Это как ездить по шипам Ладно. Аналогия очень тупая. Не будем ее продолжать договаривать. Но все равно это грустно, конечно. Тупо по копейщикам пробежались. Да, увы, это гг. 32 черт возьми очка. Асгард может себе позволить одновременно еще вот эту территорию зачистить сейчас. Лендил там сидит, тусуется. Ме. Бомжи пошли в атаку. Самое забавное, что когда Русик начал проигрывать, смотрите, смотрите, он начал как-то динамичненько играть, но уже поздно. Если бы играл так сразу же, то все могло бы быть по-другому. Смотрите, со всех сторон и здесь бегут, прям он целую толпу заказал и из казармы построил, все дела. И отсюда у него строятся войска. И даже пауков он немного построил. Почему нельзя было так сразу делать? Но опять-таки не сражайся с войсками, сражайся со зданиями. Окей, давайте мотать. вряд ли тут что-то будет еще интересное. Самое печальное, что я даже не могу прикольные названия ради кликбейта придумать для этого реплея, потому что здесь толком-то ни хрена интересного не происходило, но только дрогат выпилился на лучниках, да и все. Хрен его знает. надо напрячь свои мозги. Давайте проведем конкурс на самые кликбейтные названия для этого реплея. Если у вас есть идеи, пишите их в комментариях. Разумеется, я не буду его уже использовать постфактум, но просто прикольно узнать, что бы вы на моем месте придумали, как вообще это можно назвать. Да ладно, он дрогат построил. Эммм. Просто проюзай огненный шар и улетай. Не надо их убивать, они тебя сожрут. Они ж тебя так быстро сожрут. О, господи. Это сейчас 6000 упало. Охренеть. Это самый дорогой кебаб, который только может быть в Средиземье. При том, что он еще не пережаренный. Последний союз призывается. крепость обстроена, но здесь слишком много войск, чтобы вышки ее, вышки их точнее перестреляли. Асгард еще отправляется на поиски дополнительных знаний. Блин, у него чуйка неплохо работает. Я бы даже наверное сказал, что это какое-то стримопальство, но во-первых, если тут есть стример, это наверное он, а во-вторых, вряд ли он стримит, поэтому черт возьми, ему надо в лотерею какую-то играть. окей, мотаем. Всем спасибо за внимание, как обычно в описании под стримом вы найдете информацию о том, как скачать эту игру, как играть по сети, как вступить в чат для игры по сети, куда скидывать реплеи и так далее. Всем спасибо за внимание, ссылка на твич будет в комментах. Пока-пока.